Вот так выглядит в сборе наша готовая модель. Все стыки, которые только возможны, особенно вот здесь был небольшой огрех, я все промазал силиконом. И теперь будем соединять ее с бочкой, с крышкой бочки. Приложим по месту и сделаем разметку. Для начала засверлимся. А затем уже с помощью электролобзика вырежем. А также сделаем разметку под крепеж болтов. Готово. Теперь осталось подобрать болты с гаечками. Мы подобрали болты с гайками. Я немного протер, обработал поверхность растворителем. И возьмем обыкновенный силиконовый герметик. И нанесем на ответную часть вот здесь по кругу. Ну, а теперь просто сопрягаем две части, соответственно, ориентируясь по отверстиям. Запрессовываем болты. Они у меня получились немного разные. Один под отвертку, другой под ключ. Но, тем не менее, сделаем их просто череду. Далее останется затянуть наши гайки и ждать, пока подсохнет целиком. Ну что, силикон подсох. Можно испытывать. Верхний вход вставляется, соответственно, с пылесоса. А сюда подача материала. И попробуем, к примеру, собрать вот эти вот опилки около токарного станка. После небольшой прочистки и продува фильтра непосредственно самого пылесоса, он начал работать вообще просто как ненормальный и очень мощный. Бочка аж немного, получается, сжимается. На самом деле, хорошо, что она не сжимается по краям. То есть, ее не скухоживает внутрь, потому что по отзывам у многих так было. Но вот, тем не менее. На самом деле, схлопывание реальное. Поймал что-то большое, ну, возможно, какой-то огрызок дерева. Он забил трубу и моментально схлопнулась бочка. В принципе, я не знаю, почему я раньше не сделал сам циклон. Ну, да, не было принтера, но его можно сделать и без принтера, в принципе, склеить. Но, тем не менее, вещь великолепна лишь тем, что пылесос постоянно остается мощным. Он и так как бы мощный, но убирая им, допустим, в мастерской, там, какие-то опилки, пыль и стружку, буквально через 10 минут он забивался пылью. Даже уже у меня на фильтре была дополнительная накладка. Но, тем не менее, он забивался пылью и становился маломощным. И уже практически не работал. А здесь, по факту, пока не забьется бочка, он будет работать на полную мощность. Возможно, я его модифицирую. Просто перепечатаю вот эту часть. Сделаю под большую трубу и куплю дополнительную просто гофру трубу, чтобы можно было ей уже непосредственно убирать. Возможно, как насадку сделаем, чтобы просто елозить, как обычным пылесосом по полу. Так будет удобнее. Но, сама идея крутая. Конечно, как идея, это не новая, естественно, это баян, но для меня прикольно. Набил полную, хорошие стружки, допустим, с токарника, высыпал собакам на подстилку. Плохой стружки, высыпал в бочку, сжег. Единственное, что теперь надо подровнять. Сейчас посмотрим, что внутри. Да, вот забилась сама непосредственно труба. А циклон чистый. Посмотрим, что внутри. А внутри у нас куча мусора. Прикольно. Всё-таки он действительно прям по круг бочки. Циклон внутри бочки происходит. Вращение потока. Возможно, её ещё стоит прикрывать скобой родной от бочки. Но я думаю, её вообще тогда может скукожить просто и сломать. Потому что даже без скобы её сжимало. Поэтому будем юзать пока без скобы. И учитывая, что я убрался довольно поверхностно, там ещё куча осталась мусора. Но тем не менее, сегодня попробуем распечатать насадку так же, как от обыкновенного пылесоса. Найдём какую-нибудь трубу и будем использовать по назначению прям просто пылесос. Так же можно добавить стружкоотсос непосредственно к станку. Чтобы, к примеру, здесь стоял какой-то модуль наподобие вот такого модуля для стружкоотсоса с циркулярки. Просто он стоит внизу и ловит. Естественно, как бы основа летит на меня. Но тем не менее. Либо же просто делать где-то портал на полу, вести через потолок трассу из, к примеру, 50-й коллекционной трубы либо гофры к самой бочке непосредственно, к циклону. И просто подметая, включил, подмёл, и он засасывает непосредственно всё в этот портал, который, естественно, гонит по трубам. Кстати, вот эта идея ещё лучше, чтобы не таскать бочку за собой. Она где-то будет стоять, допустим, отдельно спрятанная. Захотел, подключил пылесос, убрал всё с помощью большой щётки. У меня щётка. Всё быстро пропылесосил. Воткнул весь мусор. Через портал, соответственно, по трассе залетело всё в бочку. Это гораздо удобнее идея, я думаю, и легче в реализации. Надо будет купить непосредственно эти гофры. Я думаю, метров 15, и будет за глаза просто. Непосредственно саму модельку я оставлю ссылочкой, и вы сможете скачать, и кому при желании распечатать. Либо же заказать печать. Это сейчас можно сделать, на самом деле, в любом городе, и стоит это довольно копеечно. Либо же, естественно, вы скажете, зачем нужен 3D-принтер. Я могу это склеить, сделать, изготовить из бумаги, клея, пластика, труб и тому угодно. Блин, фрилак вам в руки. Я выбрал наименьший путь сопротивления. Так удобнее, проще у меня, в принципе, принтеров, хоть жопой жуй, как говорится. И да, естественно, я могу сказать и рассказать непосредственно о самом 3D-принтере, на котором печатал. Это Fail Sun, называется принтер, с кинематикой Delta. То есть, это нестандартный драгостол, это немного отличается от других принтеров, у которых непосредственно перемещается стол. Здесь стол неподвижный, работают три оси, и работают три направляющих, три руки, грубо говоря, которые перемещают печатающую головку. Он работает довольно быстро, он работает быстрее и точнее. Обзор я делать на него не буду очень специально, потому что обзоры ничего не набирают, очень сильно просаживают канал. А добрые китайцы согласились сделать и без обзора предоставить данный принтер. Так что выбор непосредственно самого принтера я бы, конечно, посоветовал, но в нем есть единственный косяк и критерий. Область печати у него круглая, соответственно, область печати еще сужается, то есть это не 20 на 20, как на обычном драгостоле, то есть куб 20 на 20 и на 20, а меньше, потому что в данный круг вы можете уместить чуть меньше, естественно, квадратик, там, по-моему, 15, высота 20 и остальные стороны 15. Да, это меньше, но, к примеру, масштабных моделей я как таковых особо не печатаю. Да и любые модели, даже масштабные, можно распилить, блин, слайсеры на части. При желании, да, они просто пилятся и печатаются отдельно, потом ты просто это склеиваешь. Так что тут такое себе. Если модель несет декоративный характер и не имеет как таковых нагрузок, к примеру, как данная модель, она имеет какие-то непосредственно все равно силовые нагрузки. Вот непосредственно крепление вот здесь, крепление вот здесь и вот здесь. Вот здесь был небольшой косяк. После закручивания данного патрубка у меня здесь треснуло. Так как пыла, я печатал пластиком пыла, пыла имеет относительную износостойкость и прочность. Надо было печатать пластиком ПГ, а лучше, наверное, АБС. Но АБС жутко воняет, а принтер у меня стоит непосредственно в комнате. Поэтому будем печатать ПГ. Возможно, попозже я просто, как и говорил, увеличу патрубки для изготовления портала. И будем уже экспериментировать с порталом. Сделаем, возможно, их два. Один в одной части комнаты, другой в другой части комнаты, чтобы можно было быстро ориентироваться. Вот такая вот тема. Спасибо, что посмотрели видео. Обязательно переходите по ссылочке в описании, там ссылочка непосредственно на саму модель и на принтер. Можете посмотреть принтер. А также обзор на данный принтер я сделаю, непосредственно выложу в Facebook и в Яндекс.Дзен. Потому что там попроще. Обзоры заходят лучше, здесь же, к сожалению, гораздо хуже. Ссылочка будет на группу Facebook также в описании и также на Дзен можете все это найти. Спасибо большое за то, что посмотрели видео. Ставьте пальцы вверх, комментируйте, скажите вообще, что вы думаете. Я думаю, естественно, придут люди, которые скажут, что зря ты это сделал, все это можно купить. Зачем запариваться? Покупайте, не запаривайтесь. Пока!